В прошлом эпизоде мы с вами построили целый остров автоматизации, ну а сегодня мы с вами изучим ядерные технологии, благодаря которым сможем синтезировать огромное количество предметов прямо из воздуха. Прежде всего, сегодня нам с вами необходимо будет сделать ядерный реактор, ну а точнее уже получить объединённый стержень, так как именно из него мы с вами сможем получить плутоний, который на самом дальнейшем потребуется для создания ядра дракона. Для начала необходимо будет собрать консервирующий механизм, но при помощи этого механизма у меня появляется возможность наполнить пустой топливный стержень ураном. Ну а теперь остаётся сделать только реакторную камеру и построить сам ядерный реактор. Помимо этого не забываем завершить квест, надеваем химзащиту, строим реактор, но для того, чтобы эта штуковина хотя бы как минимум не взорвалась, я решил выложить хоть какую-то схему. Теперь же остаётся только дождаться, пока данные топливные стержни отработают своё. И на полном серьёзе данный процесс занимает огромное количество времени, поэтому пока что будем заниматься чем-нибудь другим. Вообще же все сегодняшние действия необходимы для того, чтобы я смог отправиться в глубокую темноту, для которой нам с вами потребуются нестабильные слитки. А это активированный сигил деления, ну а если говорить проще, то здесь нам с вами необходимо будет убить визора и сделать ещё пару простых действий. И первая проблема, которая у нас с вами появляется, это в принципе получение обычного скелета. Так вот именно для этого нам с вами потребуется сделать вот такой вот метатель сетей. И вот в качестве сети мы с вами пока что будем использовать одноразовое. Теперь же нажимаем F4, варпы, и отправляемся на варп тысячелетия. При помощи метателя выстреливаем в этого скелета. И в принципе вот таким образом мы с вами получили сафари сеть со скелетом. Но так как нам с вами потребуется точно не один скелет, поэтому собираем ещё побольше. Ну а теперь освобождаем всех полученных скелетов. Дальше нам с вами необходимо будет разлить ведьмину воду, и по идее здесь через какое-то время должны появиться иссушающие скелеты. Ну и вот через какое-то время они превратились в иссушающих скелетов. Теперь же остаётся только их сломать. Ну и в принципе вот таким вот непростым образом нам с вами придётся наформить целых три черепа. Ну а теперь же остаётся построить только коробку и в принципе призвать визеры-сушителя. Ну и короче говоря, из-за того, что визер немного вылетел за пределы моей коробки, а предметы некоторые упали в бездну. Но фармить черепа я больше не хочу, поэтому просто их пожалуй купим. Для этого как обычно нажимаем на волшебную кнопочку G, меняем рубли на монеты, и покупаем целых три черепа-скелета-сушителя за три с монет. Снова спавним его, наносим сокрушающий удар, и вот теперь-то мы с вами наконец-таки получили и сигил деления, и также адскую звезду. В принципе, только ради двух этих предметов и затеявилось всё это действие. Теперь же при помощи данного сигила мы с вами можем сделать стабильные и нестабильные слитки. Таких нам в целых понадобится... Куда пропало? Поэтому тратим ещё целых девяносто монет. И сокрушаем ещё три сушителя. Делаем ещё три слитка, немного компрессуем булыжника, ну и наконец-таки создаём портал в глубокую темноту. Ууп! Но отправляться пока что нам туда очень ещё рано. Как минимум для начала необходимо будет создать ещё цифровой шахтёр. Ну и для этого кодируем шаблон создания шахтёрского бура, из него делаем алмазный бур, ядро телепортации, ну а пока я всё так же сижу в ожидании этого реактора, я решил совсем немного повыполнять квестиков, когда за 128 миллионов ячейку хранения я получаю целую дисперсионную солнечную панель. Но так как я уже немного постарался за кадром и подождал, чтобы вас не загружать лишним, получается остаётся только собрать эту самую ячейку, завершить квест и забрать награду целую дисперсионную солнечную панель. Ну и на секундочку, одна такая панель заменяет все наши вот эти, потому что она вырабатывает целых 50 тысяч ухтик. А у нас тут где-то, наверное, 1020. В общем-то, еле-еле бежало. Ну и для того, чтобы создать две такие ячейки, я практически попрощался со всем своим редстоуном. Ну, зато дисперсионная солнечная панель появилась. Доброе утро, как говорится. И вот спустя какое-то неопределённое количество времени у меня наконец-таки получилось полностью расстрелить весь реактор. Теперь же, получается, остаётся только собрать все топливные стержни и получить огромное количество радиации. Полученные же стержни нам с вами необходимо переработать в термальные центрифуги, благодаря чему на выходе мы с вами получим кусочки плутония, уран-238 и также ещё железную пыль. А вот сейчас нам с вами как раз-таки потребуется собрать цифровой шахтёр. Вот и, в принципе, для того, чтобы работал данный механизм, нам с вами потребуется его запитывать энергией. Но так как я с ним буду работать в глубокой темноте для того, чтобы найти драконевую руду, здесь как бы, ну, совсем нет солнца. Поэтому для того, чтобы работал данный шахтёр, я соорудил ещё вот такой вот совершенно энергетический куб, который достаточно просто могу зарядить. Ну и сейчас же наша с вами первоочередная задача это найти, получается, драконевую руду в этой самой пустоте. Ну и как раз-таки для того, чтобы это было сделать проще, я соорудил вот, получается, этот цифровой шахтёр. Запитываем его энергией, открываем интерфейс и переходим в настройку. Указываем максимально возможный радиус и, возможно, максимальную высоту. Создаём новый фильтр, слова root и пишем здесь or draconium. Нажимаем сохранить, и по итогу здесь у нас в фильтрах появилась иконка драконевой руды. Также добавляем шелковое касание, и в принципе, теперь можно уже запускать. Для того, чтобы весь процесс происходил быстрее, а также можно добавить ещё и карту ускорения. Теперь же у нас с вами имеется безграничное количество этой драконевой руды. И было бы очень круто, если бы я бы ещё её смог сломать удачей. И вот как раз-таки для этого я могу сделать иридивый бур. Заряжаем его в наши дисперсионные солнечные панели. В управлении мы с вами можем найти кнопку, которая предназначена для смены режима. В моём же случае это кнопка M. Поэтому зажимаем данную клавишу, и при помощи правой кнопкой мыши мы с вами переключаем режимы шелкового касания до обычного. Благодаря чему теперь наш иридивый бур имеет зачарование на удачу 3. А это получается, что теперь мы с вами можем сносить всю драконевую руду, которая у нас с вами есть. И по итогу я получил практически целых 6 стаков. Правда, если бы я не ломал часть ваджера, то получилось бы намного куда больше. Теперь же данную пылюку мы с вами спокойно можем переплавить в электропечи. Из плутония делаем пилет в ритрик топлива. А дальше уже собираем ядро дракона. Оно же нам с вами, во-первых, потребуется для создания генератора, из которого мы с вами можем собрать генератор материи. Помимо этого, нам с вами также потребуется сделать сам репликатор, хранилище шаблонов, а также ещё сканер. Теперь же ранее полученную пилету нам с вами необходимо будет отсканировать в сканере. Но после того, как у нас с вами отсканировался данная пилета, у нас появилась вот такая вот штука, на что на одну пилету нам с вами потребуется всего лишь 926 мильбакетов жидкой материи. Поэтому сохраняем её, после чего она, собственно, попала в хранилище шаблонов, если она у вас стоит рядом, так же как и у меня. Ну а дальше уже в репликаторе можно будет выбрать данную штуковину и запустить её в повторяющемся цикле. Правда, на создание которой сейчас у меня точно не хватает никакой материи. Ну вот, а пока мы ожидаем всего этого чуда, я предлагаю прокрутить пару кейсиков. Поэтому нажимаем кнопочку F4, кейсы. Ну а сегодня мы с вами будем крутить кейсы Iron, потому что они стоят всего лишь 40 монет, а у меня осталось всего лишь 44. Нажимаем открыть. Тебе повезло! Ну и по итогу у меня выпал какой-то странный улей. Это настолько странно, что даже улей странный. Ну вот, а если я не ошибаюсь, то также мы с вами ещё и можем ускорить наш генератор материи. А для этого всего лишь необходимо будет собрать целый утилизатор. К примеру, в котором мы с вами можем утилизировать булыжник, и у нас с вами будет получаться утилисырьё. Теперь же полученное утилисырьё необходимо будет добавить в сам генератор материи, благодаря чему произойдёт какое-то усиление и, как я понимаю, произойдёт какое-то ускорение. Также из утилисырья мы с вами можем сделать коробку с утилисырьём. Но эти коробки уже дают в 9 раз больше усиления, чем обычное утилисырьё. Ну, короче, как-то всё это так делается, я пока просто пойду поотдыхаю. У ядра дракона на самом деле есть ещё одна очень полезная функция. Однако для этого нам с вами необходимо будет снова попасть в глубокую темноту. Здесь же нам с вами необходимо будет найти вот такую большую постройку. Немного попутешествовав по данному особняку, мы с вами сможем найти огромное количество спавнеров. К примеру, вот такой вот рассадник монстров-зомби. И теперь же необходимо всего лишь его активировать при помощи ядра дракона, благодаря чему он у нас с вами превратится в стабилизированный спавнер. Теперь же к этому стабилизированному спавнеру всего лишь необходимо поставить рядом сундук. Ну и того, примерно за полчаса работы мы с вами имеем всего лишь вот столько ресурсов. Но, как вы понимаете, дальше будет только больше. Ну а теперь берём ручку в аджеру и просто щёлкаем данный спавнер. Помимо же самого спавнера, также ещё выпала душа паука. Получается, небольшая награда вышла. Ну и пока что я себе смог позволить всего лишь два спавнера. В одном у меня, получается, будет крутиться паук для того, чтобы фармились ниточки, а во втором кроется визор скелет, в надежде на то, что я смогу получить отсюда визор черепа. Ну и в такой спавнер, как вы понимаете, мы с вами сможем засунуть практически любого моба. Даже эндер дракона. Ну вот некоторые души имеют крафты, и они достаточно сложные и страшные, поэтому до них дойдём как-нибудь попозже. Ну и для полной коллекции нам, в принципе, не хватает из ванильных мобов только, наверное, овцы, железного голема, эндермена и ведьмы. Так как именно с этих мобов мы с вами будем получать необходимый нам лут для, в принципе, всего выживания. Но так как спавнеров с такими мобами мы с вами точно не найдём, поэтому нам с вами придётся выбить их душу. Для этого, кстати, необходимо иметь меч с зачарованием жнец. Но для того, чтобы производить этих мобов прямо у нас дома на базе, мы с вами можем сделать вот такой вот автоспавнер. Также ещё нам с вами потребуется сделать вот такой вот распределитель жидкости. И получается, что при помощи основного распределя жидкостей мы с вами будем опустошать пузырьки с опытом, которые у нас с вами как раз таки получаются с тех самых спавнеров. Пустые бутыльки будут уходить в мусорную корзину, а весь опыт будет переливаться в автоспавнер. И вот теперь, чтобы кто-то здесь начал спауниться, нам необходимо сюда засунуть сафари-сеть с этим самым мобом. И к большому сожалению, там используется многоразовая сафари-сеть, которая крафтится, ну, не очень-то просто. Как минимум, здесь нужен набалдажник огня. Но, как вы понимаете, это том крафта, я его точно сейчас трогать не хочу. Поэтому открываем магазин и покупаем многоразовую сафари-сеть за целых 70 монет. Отправляемся на варф тысячелетия в поисках эндермена, захватываем его в сафари-сеть и уже которую закидываем в этот автоспавнер. Теперь же остаётся только подождать, пока у нас они с вами появятся и можно будет их колотить. Ну и в принципе, вот таким простым образом, дубася различных мобов, мы с вами должны получать различные души. Но так как шанс на выпадение души крайне мал, да и пузырьков с опытом у меня тоже не особо много, мы с вами можем также в магазине купить эти самые различные души, которые нам с вами будут необходимы. Либо же поторговаться с игроками, ну, либо быть капец каким настойчивым. Душа в ци нам с вами будет приносить огромное количество шерсти, то есть белая, жёлтая, светло-серая, фиолетовая и красная. Светло-серую и фиолетовую шерсть мы с вами будем засовывать в экстрактор, для того, чтобы она становилась белой. А красную и жёлтую шерсть мы с вами будем подавать в молекулярный преобразователь. Ведь из жёлтой шерсти мы с вами сможем собрать цветокамень, а из красной получится редстоун. Душа эндермена будет приносить эндерперлы, а также ещё вот такие кристаллы края, которых нам с вами потребуется достаточно огромное количество, ведь из них получаются небесные кристаллы, при помощи которых мы с вами сможем сделать матричные слитки. Ну а как вы понимаете, при помощи матричных слитков мы с вами сможем открыть аваритию. Ну а раз топливо теперь у нас с вами создаётся в генераторе материи, значит реакторную камеру можно снести.